друзья я снова вас приветствую на своем канале тут мы как обычно говорим о том как и где можно заработать в интернете а также говорим об инвестициях и криптовалютах так что если вам такая тематика интересно то обязательно подписывайтесь на канал не забывайте также подписывайтесь на социальные сети группа вконтакте telegram twitter и так самом начале стоит конечно же поговорить о долларе сейчас у нас цена немножко опустилась если мы возьмем допустим глобально за последние несколько месяцев как мы знаем цена на хаях у нас была в районе 80 рублей в районе 80 она у нас была дважды за прошлый год то есть в марте и в ноябре когда у нас была паника был ажиотаж когда казалось что вот-вот она наступила то самое плохо которым все долго предрекали которые все долго ждали но это самое плохо было так скажем краткосрочным и сейчас постепенно у нас цена доллара возвращается в более-менее так скажем относительно спокойное русло но если друзья говорить глобального долларе то сейчас цена в 73 даже в 75 рублей не воспринимается какой-то такой большой да то есть все мы уже в принципе привыкли и вот прошлый год нас научил тому что очень очень сильно может наша национальная валюта обесценится как мы помним цена была в начале года в районе 60 65 рублей и в течение 2020 года когда у нас вот эта ситуация с коронавирусом было и прошлый год нам показал какая валюта все-таки слабо а какая более-менее сильно если друзья вдруг вы смотрите центральные телеканалы какие-то каналы на ю тубе которые говорят о том что вот-вот должно быть укрепление рубля то что доллар перегрет доллара печатается очень много доллар рухнет и так далее но мы видим то что прошлый год нам показал обратную ситуацию долларов сколько бы не печатали напечатали их несколько триллионов долларов и при этом обесценивался у нас все-таки рубль стоит напомнить что рубль это зависимая валюта это валюта развивающейся страны а такая валюта она всегда будет в такие периоды в периоды падений страдать больше чем валюта развитой страны тем более не стоит забывать что доллар это все-таки резервная валюта очень многих стран если говорить глобально о цене доллара а то стоит отметить что нефть нефть марки бренд она растет в последнее время постепенно постепенно маленькими шажочками вот мы видим по 0 3 по 0 5 процентов день идет рост конечно же какие-то локальные откаты бывают но если мы посмотрим давайте кстати перейдем на график на более крупный так скажем и посмотрим более внимательно давайте возьмем за последние шесть месяцев здесь мы видим что на минимум за последние полгода цена у нас опускалась в район 40 даже чуть ниже а если же мы возьмем за целый год то там цена опускалась еще ниже это март апрель 2020 года цена была в районе 20 25 долларов тогда у нас напомню за 1 доллар давали в районе 80 рублей и сейчас цена марки бренд поднялась если брать от самых минимумов три раза то есть было 20 сейчас она 60 даже чуть выше 63 доллара и если сравнивать с ценами до пандемии мы видим что мы превысили вот эту самую отметку в 60 60 с копейками и сейчас торгуемся немного выше и вот такие друзья цены наверное если брать более глобально выше 50 а теперь уже и выше 60 они вкладывают в головы многих особенно начинающих инвесторов то что сейчас у нас в принципе все хорошо есть спрос на черное золото на нефть невзирая на то что у нас сейчас пандемии многие компании авиационные испытывают так скажем проблемы у которых отрицательная доходность из-за того что очень многие рейсы отменены между различными странами но при этом у нас стоимость на нефть растет и даже очень многие опытные аналитики опытные трейдеры сейчас находятся в неком таком замешательстве потому что они просто не понимают либо не верят тому что видят на графиках сколько будет продолжаться такой ралли сколько будут расти рынки и сырьевые рынки фондовые рынки криптовалютные рынки сейчас у нас друзья все растет конечно же здесь еще есть такой фактор то что сейчас печатается очень много денег и вот эти самые свеже напечатанные деньги они естественно идут по большей степени не по назначению даже если мы возьмем опыт прошлого года когда трамп раздавал простым людям то есть абсолютно простым работягам в америке деньги по 1000 по 2000 долларов и мы знаем друзья что эти самые простые люди работяги не тратили в основном свои деньги не на покупку запасов гречки еды или туалетной бумаги да как мы можем подумать очень много денег ушло на фондовые рынки но друзья конечно же менталитет американцев менталитет русских очень разный да и никто у нас в россии просто так деньги не раздает мы все это прекрасно знаем что если что-то бесплатно у нас будет то обязательно это придется отдавать и об этом очень прекрасно знают многие предприниматели которые в прошлом году получили так называемые налоговые каникулы из-за карантина давайте теперь рассмотрим быстро что у нас происходит на рынках если мы взглянем на общую карту s&p 500 то видим что наверное все таки преобладает здесь и зеленый цвет не сказать что здесь какой-то супер пупер ажиотаж но все-таки в общем целом у нас небольшой рост но присутствует причем присутствует данный рост в абсолютно различных секторах так что друзья живем так что друзья растем ну а также если мы посмотрим на индекс страха и жадности давайте обновим страничку посмотрим возможно что-то у нас изменилось как мы видим что стрелка у нас на 65 то есть небольшой позитив но все-таки он присутствует то есть на рынках нет никакого ажиотажа как было у нас в конце года и также нет никакой паники которая была у нас в марте-апреле 2020 года напомню для тех кто не так давно на канале что год назад примерно в марте когда был сильнейший обвал это самая стрелка находилась в красной зоне ну и кстати друзья если вы вдруг не знаете что это за такой индекс страха и жадности можете перейти вот по данной ссылочке посмотреть он состоит из других различных индексов это все можно подробно почитать если не понимаете английский язык также можно перевести на русский язык и очень очень подробно все изучить что это за такой интересный индекс ну а мы не будем с вами на этом зацикливаться давайте немного поговорим о различных новостях на рынке что сейчас вообще происходит ну и друзья хотелось бы сказать если вы смотрели мои старые видеоролики я там в одном из них говорил о том что у нас в россии регулирует цены на такие необходимые продукты как масло сахар и еще по моему какие-то некоторые и в том ролике я по моему также говорил о том что ни к чему хорошему такое регулирование не приводит во первых стоит здесь вспомнить опыт ссср если друзья допустим вы очень молоды и не жили в ссср не заставили тех времен могу напомнить в то время я хоть и был очень маленьким но в моей памяти остались некие моменты то что продукты выдавались по талонам были такие бумажечки талончики ты с этими талонами шоу магазин и тебе выдавали определенный набор продуктов то есть условно говоря там три булки хлеба две палки колбасы бутылка водки и еще что-то другое соответственно ты не мог купить больше даже если у тебя есть хоть миллион хоть миллиард рублей или долларов неважно золотых слитков ты не мог купить больше то есть ты мог приобрести только то количество которое указано в данной карточке а все мы понимаем что кто-то есть больше кто-то есть меньше кто-то не ест гречку да к примеру либо кто-то не есть мясо есть вегетарианцы также кто-то не употребляет алкоголь а кому-то наоборот этого алкоголя нужно больше ну и соответственно такой дефицит он ни к чему хорошему не приводит появляется теневая экономика то есть те же самые магазины какие-то киоски либо частные лица они начинают продавать те же самые продукты но по завышенным ценам и вот сейчас точно такая же новость мы видим что производство масла и сахара в россии рухнула после заморозки цен естественно все продуктовые сети они заинтересованы в том чтобы извлекать максимальную прибыль и если к примеру маржа на сахар либо на подсолнечное масло минимально то такого товара будет минимум на полках даже невзирая на то что данный товар очень нужный ну и плюсом также здесь может появиться также как я говорил выше теневая экономика теневая продажа то есть бизнес может частично как-то уходить от налогов от законов то есть такое регулирование она вроде бы кажется помогает как-то ограничить цены для того чтобы простые люди могли покупать тоже масло либо сахар не по завышенной цене но с другой стороны мы можем получить обратный эффект когда данных товаров либо будет очень мало либо не будет в магазинах а такие товары будут появляться на черном рынке и далее у нас очередная новость о том что цена на нефть продолжает расти то что многие участники рынка верят в то что начался новый сырьевой цикл об этом говорили очень многие блогеры об этом говорили очень многие аналитики даже джипи морган о том что у нас сейчас рынки выходят из рецессии это что сейчас у нас нефть начнет расти и вообще все будет замечательно все будет великолепно и все будет расти но как я говорил уже мое личное мнение что расти до того как мы откатимся на достаточно хороший процент мне кажется очень рано то есть должна быть какая-то наверное все таки здоровая коррекция или даже очень нездоровая и после этого уже будет нормально расти вверх далее друзья наша также очередная российская новость то что на дальнем востоке и теперь уже в иркутской области то есть в сибири у нас проблемы с бензином напомню для тех кто смотрит мой канал я живу на урале под городом екатеринбург у нас бензином пока все хорошо на данный момент и в данном контексте источники указывают что такая проблема с бензином возникла из-за того что один из заводов стал на реконструкцию но почему-то мне кажется что это какой-то обман фейк так скажем а на самом деле проблемы не в реконструкции этого самого завода так как крупные гиганты которые ворочают такими деньгами они прекрасно понимают какой есть спрос на рынок как нужно закрывать данный спрос и они попросту не позволили бы такому произойти почему же такое происходит возможно из-за того что если мы вернемся на график нефти бренд то увидим что нефть сейчас у нас торгуется на самых максимумах за последний год то есть если говорить по-русски это те у кого сейчас есть нефть они наверное с большим удовольствием продают ее за рубеж нежели на внутренний рынок конечно же вы можете не согласиться с моим мнением если вы не согласны то обязательно напишите по данным видеороликом можем с вами подискутировать в данной ситуации наверное только радуется владельцы электромобилей такие как nissan лифт или тесла ну и соответственно советовать вам запасаться бензином запасаться канистрами с бензином либо покупать электромобиль я не буду тут каждый должен наверное решить для себя сам как выходить из такой ситуации но как мне кажется со временем это все разрешится и бензин также появится на рынке хотя если вы почитаете другие источники информации о данной проблеме на дальнем востоке и в сибири то уже появляется так скажем мелкий теневой на бизнес когда маленькие перекупы они продают вдвое в три друга данный бензин то есть бензин по сути купить можно но цена конечно же будет отличаться от той которая должна быть на заправке ну и очередная российская новость я бы все-таки и в кавычках назвал бы наверное такой комичный то что путин призвал видеть в санкциях растущим могущество россии не знаю в моем понимании это наверное такой некий сарказм любой здравомыслящий человек понимает что санкции для россии это по сути удавка которая затягивается с каждым днем с каждым годом все сильнее и сильнее если мы хотим пойти по пути кубы либо северной кореи конечно же можно продолжать и дальше со всеми ссориться гнуть свою линию говорить о том что у нас супер пупер могущественное государство и так далее но мы видим что обычная жизнь обычных людей она отличается от той про которую нам говорят с федеральных каналов и друзья ни о каком импортозамещении или тому подобного горит даже не стоит у нас нет никаких нормальных не заводов ничего у нас все привозится из-за границы для того чтобы как-то наладить все эти производства нужно не один десяток лет и вот этого самого времени у нас нет у нас есть только упущенное время последние годы последние грубо говорят 20 лет за которые заводы они не строились они наоборот разваливались и разрушались вся эта информация вся эта статистика есть в открытом доступе можно спокойно загуглить и посмотреть сколько заводов было закрыто за последние 20 лет но друзья как я уже говорил не раз своих видеороликах никогда не стоит отчаиваться чтобы не происходило на рынках рост или падение неважно даже какие-то рынки фондовые сырьевые либо криптовалютные всегда и везде можно суметь заработать деньги и конечно же нужно учиться зарабатывать в интернете если вы вдруг этого еще не делайте то посмотрите обязательно мои старые видеоролики их очень здесь много на канале посмотрите о том как можно зарабатывать допустим на ebay также можете посмотреть о том как можно зарабатывать деньги абсолютно без вложений на сервисе в к таргет о том как можно заработать на авито ну на авито естественно так же как и на площадке ebay можно заработать с вложениями так что друзья здесь я думаю каждый для себя найдет интересную информацию как и где можно заработать деньги но на сегодня у меня в принципе все желаю всем больших заработков хороших инвестиций больших дивидендов чтобы все у вас было хорошо до новых встреч пока пока и